Мне кажется удивительным, что наша страна, которая производит одни из самых совершенных и боевые самолеты, и гражданские, и космические аппараты, но при этом все-таки никогда не фокусировала свое внимание на развитие таких, может быть, недорогих, но, может быть, и с другой точки зрения массовых и интересных для широкого круга и наших граждан, и, может быть, и зарубежных летательных аппаратов. Почему-то отечественного производства всегда было исторически мало, но, мне кажется, это не так сложно сделать. Просто вот вопрос, может быть, определенной фокусировки и переориентации внимания и понимания, что это может быть конкурентный продукт и для нашей страны, и для наших граждан, но и мы можем занять определенную интересную и перспективную нишу и на мировом рынке. Совещание действительно было достаточно конкретным, потому что речь шла не просто о том, что это надо делать, все, собственно, соглашаются, что надо делать, что это надо делать. Речь шла о том, как, каким образом и какие должны используются воздушные суда, в том числе, для решения этих задач. В настоящее время очень активно развивается туризм в Крымском федеральном округе, и в этом году, конечно же, транспортная инфраструктура делала серьезный шаг вперед. В прошлом году в Симферополь прилетали самолеты из 30 городов нашей страны, то в этом году уже из 50, то есть прямые лейсы сделаны и очень активно используются нашими туристами. И, ну, то есть туристы не только через наши крупнейшие авиационные хабы, а через Москву, Санкт-Петербург, куда могут попасть, а самое главное, напрямую и могут прилететь из своих городов. И очень важный момент, в этом году аэропорт, он работает в круглосуточном режиме. Относительно перспектив развития авиации, вот такой местно-региональной, мне сложно сказать, но мне кажется, это важно, потому что все-таки, несмотря на то, что Крым не очень большой по территории, по площади, но все-таки перемещаясь по Крыму, туристы тратят достаточно много времени, потому что дороги извилистые, они неплохие, более того, сейчас транспортная инфраструктура улучшается, и ремонты идут. Но совершенно очевидно, что перспектива развития авиации такой вот местной, региональной, очень большая, это нужно делать, и я уверен, что это будет пользоваться спросом. Ну, не только для перевоза туристов, это, конечно, задача номер один, наверное, для транспортировки, но еще и как элементы такой туристской инфраструктуры, проведения различного рода экскурсий, показов, наблюдения за землей, с неба, с воздуха, там очень красивые виды открываются. Так что я считаю, что перспектива и использование авиации в экскурсионных целях. Впервые в Российской Федерации планируется проведение Президиума Государственного Совета по теме развития туристической отрасли в Российской Федерации, и планируется, что этот Президиум Государственного Совета будет проведен в августе текущего года. Значение авиационной отрасли, наверное, даже и не нужно озвучивать, оно понятно, территория нашей страны очень большая, и путешествовать по территории нашей страны наиболее комфортно и удобно, используя возможности, конечно же, авиационного транспорта Российской Федерации. Но когда мы говорим об авиации общего назначения, то задачи, которые перед ней стоят, они, может быть, задачи более локального характера, но, с другой стороны, они, конечно же, абсолютно, мы об этом уже говорили, это очень важные задачи, и, к сожалению, в настоящее время мы, наверное, согласимся о том, что перспектива развития авиации общего назначения в Российской Федерации очень большая, но нужно предпринять усилия для того, чтобы эти перспективы были реализованы. Если есть предложения у экспертов авиационной отрасли, авиации общего назначения, имеются какие-то, и вы считаете, что они очень важны, и они могут быть включены, например, в проект доклада президента Госсовета, то вы очень оперативно их можете подготовить и отправить мне лично. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы инфраструктура авиации общего назначения по всей нашей стране развивалась, чтобы действительно вы получали поддержку на всех уровнях, и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном, потому что это очень важно и необходимо. Ну и желаю успехов в развитии авиатуризма, желаю успехов, чтобы авиатуризм в Российской Федерации развивался очень активно, чтобы не совершалось никаких поломок, чтобы количество взлетов уравнялось количеству посадок, в общем, все, чтобы было все замечательно, хорошо, и чтобы самые вот такие вот интересные, яркие мечты, они воплощались в жизнь, в действительности. Редактор субтитров А.Семкин